Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня у меня будет обзор фаворитов. Фаворитов уходящего года, точнее ушедшего 2016 года. И это фавориты именно в декоративной косметике, уходовой косметике, фавориты 2016 года. Я сниму в отдельном видео. Данное видео я снимаю не одна, я снимаю его вместе с Танюшкой, Тата Крафт. Ссылочку, конечно же, на ее канал я оставлю в инфобоксе. У нее вы можете найти обзоры косметики, обзоры кучи покупок. Это просто необычайная девушка, безумный хомяк, у нее много всего интересного, к тому же она еще рукодельница. Проходите по ссылочкам и смотрите ее варианты фаворитов 2016 года. Ну что, девочки, начну с того, что я не являюсь каким-то таким, знаете, супер бьюти-блогером, искушенным блогером, у которого, знаете, куча косметики. И я такая сижу, колупаюсь, ищу и выискиваю какие-то для вас интересные вещи. На самом деле, к выбору косметики, именно декоративной косметики, я подхожу очень тщательно. Я читаю отзывы и, конечно же, долго присматриваюсь, тестирую, думаю, что же мне все-таки выбрать для того, чтобы мне это подошло. У меня не сильно большой набор косметики, но среди этого всего, именно то, что за 2016 год мне очень сильно понравилось, я хочу поделиться с вами. У меня собралась вот такая вот корзиночка. Данную корзиночку я, кстати, покупала в магазине FixPrice, и я очень довольна. Ну что, девочки, начну я, наверное, с ногтей, потихонечку поднимемся к лицу. Я не являюсь каким-то нейл-специалистом, да, то есть человек, который увлекается очень сильно именно ноготочками, либо я там какой-то мастер маникюра, я обычная девушка, для меня иной раз даже просто накрасить ногти, это целая история. Но у меня они, ногти вообще сами по себе очень сильно тонкие и ломкие. И от того, что я раньше в своей, так скажем, 18-летии я начала наращивать ногти, очень долго наращивала, у меня обошла проблема того, что ногти неровные, и поэтому для того, чтобы именно форма ногтя, она была более-менее ровная и хорошо ложился лак, я искала себе какую-то хорошую основу. И долго-долго в этом я искала, и в 2016 году в магазине Ревгош продавец-консультант, девочка, я не помню, как ее зовут, но вот такой просто специалист в плане именно своей деятельности как продавец-консультант, она мне посоветовала купить себе основу под лак для неровных и волнистых ногтей, идеальные ногти. Это и у нас идет фирма Eva Mosaic, называется Nile Carre, Perfect Nile, что тут еще сказать. В общем, это вот такая вот основа, она имеет такой, знаете, персиково-розовый оттенок, у нее замечательная кисть, хорошо распределяется, она достаточно широкая. И что мне нравится в этом лаке? Во-первых, то, что с одного слоя я добиваюсь того, что у меня такой получается полупрозрачный розовый оттенок, это первое, то есть они так тонируются, да, камуфляж такой наносим. И ногти действительно, они становятся чуть-чуть толще и более ровные. Высыхает очень быстро, лак на эту основу ложится очень хорошо. И, конечно же, плюс в том, что Eva Mosaic, именно где-то можно найти ее за хорошие деньги, надеюсь, не сильно вам переблескивает. Так что мне очень сильно понравилось, и я ее покупала, по-моему, за 99 рублей на скидках. Я вообще осталась мега довольна, здесь никакого номера нет. Просто написано идеальные ногти, основа под лак для неровных и волнистых ногтей. Если у вас такая же проблема, я могу вам сказать, что вы смело можете ее покупать, и вы в этом не разочаруетесь. Следующее, что я для себя купила тоже в 2016 году, и, по-моему, у меня даже где-то бумажка осталась, это основа под лак для сухих и ломких ногтей от фирмы Essie. Что я могу сказать, девочки? Это уже такой, знаете, цвет такого мока какого-то, но мне даже нравится его носить просто как лак для ногтей, такой естественный нюдовый оттенок. В общем, это у нас идет основа для сухих и ломких ногтей. Они у меня такими являются, то есть они тонкие, сухие, иногда ломаются. Тоже очень хорошая кисточка, мне понравилась. Широкая, такая достаточно большая, и с одного мазка мне получается просто даже там накрасить ногти. Мне очень сильно понравилась. Конечно, это не бюджетный уже вариант, но если у вас позволяет бюджет, вы можете спокойно себе позволить купить данную основу. Здесь тем более целых, по-моему, 12 мл этой основы. 13,5 мл, я думаю, вам надолго хватит. Так что крутецкая вещь, честно, не могу сказать, сколько она стоила. Вот серьезно, она, по-моему, что-то рублей 500-540 рублей эта основа стоит, но мне очень сильно хотелось попробовать что-то от фирмы Essie, и я решила себя просто побаловать и сделать такую приятность. Следующая для меня являющаяся фаворитом долгого времени, кстати, я даже когда еще не являлась блогером, я как-то случайно купила в магазине, где был корнер Essie, я себе взяла такую Dick Dry, называется Top Coat, с моим английским, sorry. В общем, насколько мне известно, это топ-сушка. Я его вообще брала просто как топ. Могу сказать, боже мой, какой глянец, и как долго это средство является вот таким вот жиденьким. Оно у меня, наверное, года два. Это средство. Неплохая такая кисточка, она, правда, тоненькая, нужно поэлозить несколько раз по ногтю, но действительно высушивает, действительно хорошо держит лак, имеется такой глянец, мне нравится. И стоит оно, покупала я что-то, по-моему, даже на скидке, он стоял тоже, я себе его купила, по-моему, в пределах 70-100 рублей, тоже очень бюджетно. Поэтому если у вас в городе, в вашем городе, есть корнер Essie, и вы ищите себе бюджетную сушку, я думаю, вам стоит присмотреться именно вот к этим вот, к этой фирме Essie, называется Dig Dry. Вот я вам сейчас покажу ее поближе. Так что вот так, мне оно очень понравилось. Тут объем 8 мл, и у меня его еще здесь очень-очень много, и оно еще такое, знаете, жиденькое, так что мне его надолго хватит. Следующее, что я хочу показать, давайте я вам покажу, наверное, все, что у меня касается губ, потому что у меня на самом деле не очень много, то, что касаемо губ, но кое-что имеется. Первое, что я хочу сказать, и это для меня было открытие даже 2015 года, это блеск от фирмы Clorans. Я не помню, какой у него, честно, оттенок, а, 0,2 оттенок, и что я могу сказать? Это, он вот так вот называется, если вам будет, конечно, что-то видно. В общем, обалденный, классный блеск, он, правда, липкий, я его именно одеваю, когда у меня заколоты волосы, я его наношу, да, я его чаще всего использую именно тогда, когда у меня губы сухие, когда мне нужно просто как-то их тут чуть-чуть восстановить. Я не помню, сколько он стоит, конечно, я его покупала еще в 2015 году, но, девочки, вот если вы любите блески, именно мелкий такой шиммер на губах, и чтобы там присутствовали масла, уходовые средства, и если у вас позволяет бюджет, я думаю, вам стоит обратиться, обратить свое внимание на марку Clorans. На самом деле, в декоративной косметике от фирмы Clorans я читала разные отзывы, и не все, как бы, они хорошо отзываются. Есть большая часть, кто ее любит, кто-то не любит. Мне вот этот блеск очень сильно понравился. Когда у меня губы сухие, и я хожу, гуляю там, допустим, с ребенком, я просто наношу данный блеск. Губки ухоженные, вообще здоровские, классные. Единственное, что минус, это его, конечно же, липкость, а запах, девочки, как он пахнет? Он пахнет какими-то вкусными конфетками, вот если вы такая же сладкоежка, как я, я думаю, это для вас тоже станет каким-то фаворитом. Кирюш? Так что так, мы вместе снимаем с Кирюшей видео, он у меня играет на заднем фоне, а я для вас снимаю свои фавориты. Так что вот так, это такой вот блеск от фирмы Clorans, больше о нем ничего сказать не могу, просто он мне очень сильно нравится, и если будет возможность его потестить, конечно же, потестите и попробуйте. Я осталась от него довольна. Следующее, это карандашики для губ, они являются очень бюджетными, от фирмы Essence, по-моему они у меня, да, от фирмы Essence, и первое время я как бы только вот сейчас начала пользоваться какими-то именно помадами, до этого я могла просто взять какой-то карандашик и блеск, все, что у меня было. Ну так вот, именно моими любимками в 2016 году, это были два карандашика под номером 12 и 11, первый карандашик он называется In The Nude, вот такой вот карандашик, сейчас вам покажу цвет, он очень мягкий, хорошо распределяется, и мне нравится им оформлять именно контур губ, иногда даже заполнять полностью губки, я даже снимала так видео, мне очень сильно нравится, иногда он смотрится такой, знаете, рыжеватый, но у него он такой действительно нюдовый оттенок больше, девушка, мне кажется, как брюнетки, как рыженькой, так и блондинки, он очень хорошо подойдет, как основа, подложку под вашу помаду, такого же нюдового оттенка, будет здорово, но единственный минус у этих карандашей, это то, что они жутко сушат губы, то есть можно за губками потом ухаживать, и второй цвет, Wish Me Rose называется, 12 номер, и у него оттенок припыленная роза, такая, знаете, боже, как он мне нравится, как я его люблю, он еще мягче, чем вот этот, вот этот вот карандашик, распределяется по губкам замечательно, тоже единственное, что он подсушивает губки, но как он держится на губах, то есть я спокойно, даже мы когда едем за покупками, я могу его нанести на губы, и какой-то перекус он выдерживает, в принципе, попить кофе с каким-то десертиком, будет здорово, мне очень нравится, и если у вас есть Корнер Эссенс, я вам рекомендую просто присмотреться к данным карандашикам, они у меня уже заканчиваются, так что себе буду, думаю, оформлять какие-то, записывать их в покупки, нужно их будет себе прикупить, потому что действительно очень мне нравится, весь 2015, часть 2015 и весь 2016 год, это были бесспорные мои фавориты, я ими пользовалась, и буду продолжать пользоваться дальше, Ну и открытием, конечно, 2016 года для меня была первая моя помада, купленная осознанно, знаете, я так за ней шла, выбирала, смотрела, тестила, это, как вы уже, наверное, догадались, это фирма Bourjois Edition, Rouge Edition Velvet, это вот, как я уже говорила, 50 оттенков розового, у меня 10 номер, Pink, Don't Pink Off It, по-моему, называется, да, в общем, девчонки, если у вас есть корнер Bourjois, пошли туда и тестите эти помады, если есть возможность, покупайте, потому что, боже мой, какая-то классная помада, во-первых, девочки, плюс у нее является в том, что у нее очень приятная текстура, она не ложится комками, вот ее оттеночек, у нее замечательный аппликатор, который здорово набирает сразу же продукт, распределяет его по губам, губы после того, когда высыхает именно эта помада, она становится матовой, они не превращаются в куриную попку, и вы можете спокойно перекусить, даже жирный перекус она выдержит, и если у вас где-то что-то стерлось, вы можете спокойно поправить макияж, и что самое классное, после нее нет жуткой сухости на губах, и это огромный, плюс потому что все матовые помады и матовые карандаши, они жутко сушат губы, здесь я этого не заметила, цена у нее конечно сейчас идет в некоторых магазинах по 700 рублей, но можно найти еще раз повторю на скидках, если вы ищете себе идеальную помаду на каждый день, и хотите матовую, к примеру, присмотритесь к Rouge Edition Velvet, я думаю вы останетесь довольны, я осталась по крайней мере очень довольна, следующее, это будут карандашики для глаз, что я хочу показать, это два карандашика, один карандашик от фирмы L'Etoile, а другой от Ифраше, первый карандашик от L'Etoile, но по нему видно, как я его люблю, я уже купила ему замену, это 106 номер Glade называется, у него абсолютный такой графитовый оттенок, на камере он смотрится, мне кажется, даже черновато, но это графитовый оттенок, которым замечательно можно прорисовывать именно линию роста, ресниц, можно подчеркивать глаза, делать какие-то акценты, просто даже как подложку делать под тени, если вы любите какие-то темные оттенки на веках, то есть замечательный карандаш, мне очень нравится, он у меня уже старичок, мягкий, не вызывает аллергии, никакого зуда, ничего, то есть это мой бесспорный фаворит, еще раз повторюсь, 106 номер, и его идет объем аж грамм 14, то есть это достаточно хороший объем для карандашей, следующий карандашик, это Каял от Ифрашем, господи, 07 номер, называется он Бленц, Бленк, что-то так называется, думаю, будет видно, надеюсь, в общем, это такой, знаете, розовый, розово-белый оттенок, он безумно мягкий, он не раздражает слизистую, я его покупала ровно год назад, девочки, при пользовании регулярным, у меня его еще очень много, замечательно ложится на водную линию, ничего не раздражает, качество здоровское, срок годности у него, ой-ой-ой, насколько хватит, и объем 1 грамм 30, 1,3 грамма, очень хороший карандаш, я вам смело могу его рекомендовать, если вы можете, и у вас есть возможность посетить бутик и фраше, потестить, посмотреть, что это за зверек такой, либо прийти и заказать себе, если вы уже пользовались этим, я думаю, вам тоже нравится, то есть я осталась им очень сильно довольна, до этого я себе покупала очень-очень давно белый карандаш от фирмы Essence, не лезь, покупала себе карандаш от фирмы Essence, но мне не понравилось, заказала себе этот, по многочисленным отзывам, я осталась безумно просто довольна, это офигенный, классный карандаш, меня сегодня просто оккупируют со всех сторон и кот, и сын, так что вот так вот, вот такой карандаш, девочки, смело могу вам его рекомендовать, следующее, что я хочу показать, это будет, так, у меня тут еще, ну ладно, это мой фаворит в уходе, в оформлении бровей, это, в общем, помадка, от фирмы L'Etoile Collection, я открыла его для себя именно в 2016 году, это просто мега классная вещь, девочки, для вот, если вы обладаете светлым типом кожи, да, если вы, ну, примерно такая же, как я блондинка, либо светло-рыженькая блондинка, вы знаете, что такое оформление бровей, чтобы это не выглядело как-то вычурно, чтобы это выглядело более естественно, я вообще просто люблю естественный макияж, мне нравится это, и всегда бровки, особенно если они у вас, как у меня, прозрачные, всегда их нужно подкрашивать, то есть брови, это вообще больная тема, без бровей нет лица, но и с такими, знаете, с сильными бровями не выглядеть морфошенькой-душенькой, в общем, это оттенок 201 блонд, выглядит вот так, как всегда брови оформлены у меня им, как я купила его, по-моему, еще летом, так вот я ему пользуюсь и пользуюсь, и конца края нет, и уже в запас себе, как вы знаете, я себе взяла, обалденная текстура, оно не ложится пятнами, замечательно тушуется, хорошо фиксируется, то есть оно никуда не уплывает, ни летом, ни зимой, когда я гуляла там, в дождик у меня оно осталось, то есть ее можно убрать только либо мицеллярной водой, либо маслами, если вы имеете опыт убирать макияж маслами, то есть классная вещь, смело рекомендую, цена 699-700 рублей, в ритуале можно приобрести, выглядит вот так, вот оттенок сейчас еще раз покажу, ну классная вещь, от которой я просто в восторге, и каждый мой макияж всегда с этой помадкой, вот в последнее время это только вот эта помадка на моих бровях, Кирюха машинки гоняет, а следующее, что хочу показать, я не искушенный, я просто, наверное, это будет сегодня мега слово в моем видео, оно будет повторяться постоянно, мое второе знакомство с косметикой Maybelline, именно для глаз, для век, и это были их матовая серия теней, Color Tattoo, у меня Creme de Rose 91 номер, у меня они сегодня на бровях, у меня практически весь макияж выполнен всем тем, что я вам сегодня показываю, это оттенок, который является, такой, знаете, он близок к естественному, нормальному цвету века, если вы любите такие же нюдовые оттенки, как люблю их я, и вы не умеете пользоваться тенями, какими-то таким, знаете, растушевки, какие-то все вот это делать, это вот прям вот для нас, для таких, я его просто использую в обычный, просто когда делаю макияж, мы куда-то едем, либо я снимаю видео, я могу его нанести, мне очень сильно нравится, он в плане того, что он замечательно разносится, нет никаких пятен, хорошо тушуется, замечательно можно его использовать, мне кажется, как подложку, он будет хорошо фиксировать, и он не скатывается, знаете, там вот в морщинке, да, там вот в этих вот веках, когда мы поднимаем, закрываем, открываем глаза, и образуются вот эти вот жуткие полоски, ничего этого нет, как нанесли, так и смываете, он у меня пережил поездку, когда я была еще на Урале, я ехала в автобусе, 13 часов моя поездка была до Екатеринбурга, и хочу сказать, он себя круто чувствовал, и когда я только приехала к сестре домой, только тогда я его смыла, и вообще, то есть, мега супер вещь, то есть, я вообще вам смело могу рекомендовать, еще раз повторюсь, 91 оттенок, Creme de Rose, классный, вот такая вот вещь, следующее, что я хочу показать, и это фаворит, который мне очень понравился, но к нему нужно прям приспосабливаться, это тушь от фирмы Givenchy, я ее покупала летом, это в Вандерпуф серия идет, и у нее необычная щеточка, необычная щеточка, она выглядит вот так, вот сейчас попробую вам найти фотографию с этими ресницами, когда я оформляла ресницы именно этой туши, и вставлю обязательно, что могу сказать об этой туши, она необычная, вот, ну серьезно, она необычная, она такая, знаете, ей нужно прорабатывать именно вот так вот ресницы, у меня ресницы, они, знаете, такие от природы, вот прямые, вот если, вот, знаете, такие торчащие иголочки, да, но с этой туши, я смогла просто прокрасить практически каждую ресничку, поставить так, как мне нужно, и она создает замечательный объем, она не текет, не плывет, не отпечатывается, не крошится, с ней можно плавать, и снимете вы ее, либо, вот я ее снимала мицелляркой Горния, либо маслами, то есть это просто мега супер находка, если ее найти на скидке, у меня идет экстрим black, если ее найти на скидке там, то это вообще здорово, я знаю, что они даже есть наборы, там в каких-то магазинах можно найти, водостойкую тушь, и обычную тушь, да, из этой же серии, но я осталась очень довольна, если у вас позволит бюджет, обязательно попробуйте, даже можно просто накрасить обычной тушью ресницы, и сделать какие-то акценты именно этой, мне очень понравилось, еще раз повторюсь, к ней главное только приноровиться, просто немножко поднабраться, терпения, научиться пользоваться этой штучкой, я знаю, что по-моему, вот эту тушь сделали, ой, именно на показе моды, от, на показе моды Живанши, и визажисты, именно вот этой марки Живанши, они именно там ее сделали, не просто обычную щеточку, обрезали в виде шарика, для того, чтобы именно были глянцевые ресницы, прорисованные, и с этой тушью вы можете этого добиться, именно если вы делаете макросъемку, допустим, близко-близко, и вам нужно, чтобы каждая ресничка была прокрашена, вот с этой тушью можно добиться, замечательный объем и удлинение, а если у вас от природы еще хорошие ресницы, это просто находка, и я вообще очень просто влюбилась в эту тушь, думаю, следующее тушь у меня будет такая же, следующее, что я хочу показать, это будет уже для лица, девочки, потерпите, осталось совсем немножко, по максимуму, по максимуму стараюсь для вас очень быстро показать все, и информативно, начну я, наверное, с пудры, которую я купила, и от которой я осталась просто в таком дичайшем восторге, что я сейчас ее прям по чуть-чуть пробую, и себе даже купила на ежедневную, на ежедневную, по ежедневную пудру от Буржуа, это я покажу вам в другом видео, на нее у меня тоже есть определенные планы, на другое чуть-чуть видео, там разочарование, либо что-то еще в этом роде сделаю, в общем, это тушь из лимитки 15-16 года, по-моему, 15-16 она шла, рождественская серия, Бланк де Пуре, насколько мне известно, она даже была сделана специально для корейцев, потому что именно вот для них это было сделано, тут хороший SPF идет, идет 20, SPF 20, и она выполнена в таком белом пластике, золотой фурнитуркой, здесь сделана гравировка Герлен, офигенное зеркало, девочки, только что улетела у меня защитная пленочка, оставляю, чтобы зеркало часто не чистилось, такая вот пленочка идет, зеркало, как вы видите, замечательно открывается, оно полностью идет на всю, всю крышечку, и с ним очень хорошо можно выполнить макияж, сама пудра выглядит вот так вот, сейчас на чехольчик возьму, у нее, кстати, есть чехольчик, такая вот, пылесборник, кстати, ни разу не стирала, и за все время она как бы не потеряла свой вид, есть губочка, которую я всего один раз попробовала сделать, но я как-то особо не поняла, как ей пользоваться, она у меня сейчас просто лежит, и здесь присутствует хайлайтер, и сам оттенок, у меня 0,2, бешклер, и она мне подходит именно, когда я чуть-чуть подзагорела, либо у меня лицо поцелованное солнцем, замечательная пудра, у нее просто мега классный помол, хайлайтер с таким мелким-мелким шиммером, если вы увидите, сейчас я вам нанесу его, он такой беленький-беленький, вот он сделан, и когда он растушевывается, он классно подсвечивает, выделяет какие-то зоны, и сама пудра, она имеет очень классный, просто помол, очень мелкодисперстный, она ложится мягкой вуалью, не забивает поры, ни в какие морщинки не забивается, мне она очень нравится, я ее уже хорошо поюзала, как вы видите, но я повторюсь, то, что я не могу найти нигде рефилы, на эту сменную, сменный рефил на данную пудру, если бы я нашла, я бы ей активно начала пользоваться, поэтому, девочки, если вы знаете, где можно купить, пожалуйста, оставьте ссылки, потому что это просто мега классная пудра, она не бюджетная, но она стоит своих денег, и я ни капельки не разочарована в том, что я ее купила первое время, когда я только пыталась к ней приноровиться, мне казалось, она такая, знаете, забивающая поры, но я поняла, что у меня был просто неправильный чуть-чуть уход, и сейчас, когда я уже приноровилась ко всему к этому, я просто не могу без нее, и я не знаю, девочки, это просто моя любовь, и если еще раз повторюсь, у вас есть возможность покупать какие-то лимитки, вот эта лимитка мне очень сильно понравилась, и жалко, что я сейчас еще раз повторюсь, не могу найти на нее сменный рефил, так мне она очень нравилась, цена у нее, по-моему, что-то 3 с копейками стоила, вот я точно это помню, поэтому, кстати, объем у нее 9 грамм, идет неплохой объем для таких пудр, следующая, это последняя, девочки, так что все, это тоже Герлен, я вообще люблю марку Герлен, я поняла, что мне нравится в ней все, от ароматов до декоративной косметики, и по возможности, конечно, я себе пытаюсь такое что-то купить, это их обычная коллекция, как мне уже, спасибо, девочки, подписчицы написали, мне сказали, когда я первый раз снимала видео, когда я только ее купила, я не знала, что это лимитка или нет, мое знакомство в течение года с ней было просто на ура, нарисована на крышечке такая вот орхидейка, металлическая упаковка, здесь 25 грамм, и у меня идет второй номер Клеер, то есть, это, знаете, тоже такой вариант, мне кажется, для светлых кожих, как я, что мне в ней нравится, крышечка, очень, кстати, удобная крышечка, хорошо снимается, то есть, у меня сейчас есть небольшой маникюрчик, ногти, легко, вообще убирается крышка, имеется защитная пуховка, я ее не пользуюсь, наношу именно мягкой синтетической кистью, данной метеориты, здесь имеется такая заглушка, пуховка, которая просто пропитана божественным ароматом, именно фиалок, орхидей, или фиалки, а, фиалки, девочки, простите, боже мой, как мне нравится, как я хочу себе такой аромат, обалденный аромат, и здесь вот такие вот прелестные шарики, которые, мне кажется, хватит мне очень, очень надолго, потому что это просто мега, мега классная вещь, которая должна быть, наверное, у каждой девочки, они абсолютно прозрачны, они просто закрепляют ваш макияж, они добавляют такой определенный лоск вашему лицу, завершенный этап, мне кажется, в макияже, и на каждый день он добавляет просто холености вашему лицу, по крайней мере, я это вижу, состоит она из цвета шампань, розовых матовых, таких зелененьких матовых, и жемчужных, которые, собственно, мне кажется, добавляют блеск этим метеоритам, такие вот метеоритики, мне очень нравятся, они достаточно в меру мягкие, и не сильно мягкие, не сильно твердые, замечательно набираются кистью, мне нравится в них все, так что я вообще просто довольна, я хочу себе еще лимитку именно этого Рождества, которое у нас было 17-го года, очень сильно хочу эти метеориты попробовать, потому что я их никак найти не могу, но вот, девочки, это все фавориты декоративной косметики, которые я хотела с вами поделиться, если вам понравилось данного рода видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх, оставляйте свои комментарии, не забывайте подписываться на меня в инстаграм, не забывайте проходить на канал Танюшки, я вас всех люблю, целую, увидимся в скором будущем в новом видео, с вами была ваша Ира, всем пока-пока!